Добрый день всем! Меня зовут Анастасия. В сегодняшнем видеоролике я хотела бы вам рассказать о наших изменениях, достижениях и результатах спустя 3 месяца после возвращения из очного курса лечения Центра еврейской медицины Бердавид Израиль. Значит, хочется сразу сказать, что, как оказалось, к хорошему привыкаешь очень быстро. Почему? Потому как сегодня я с самого утра пытаюсь разложить в своей голове по полочкам, какие у нас были проблемы, с чем мы боролись и к чему мы пришли. И оказывается, я половину проблем уже и подзабыла совсем. Хорошо, что я это всё дело записывала, и вот пришлось мне поднимать свои архивы, чтобы выстроить какую-то хронологию в своей голове и понимать вообще, что было и что стало. Значит, мне очень хочется повторяться. Я сейчас говорю о том, что в последний день уезда из Центра мы давали с мужем интервью, где достаточно детально и чётко рассказали обо всех изменениях, которые происходили у нас непосредственно во время очного лечения. Сейчас мне бы хотелось для того, чтобы не повторяться, рассказать о том, что произошло за эти три месяца и над чем нам ещё нужно работать, чего мы уже добились. Значит, итак, первое, это самый большой мой страх был, что по возвращению домой с очного курса лечения у нас всё станет на круге своя, и всё то, от чего мы избавились, вернётся к нам снова. Но, слава Богу, этого не произошло. Все изменения, которые произошли при очном курсе лечения, они все у нас остались, все закрепились, укрепились, и мы начали двигаться вперёд и дальше. То есть, сразу хочется ещё сказать, что когда мы уезжали, Йосефа нам сказала, что ментальный возраст, то есть психологический возраст моего ребёнка, на тот момент ему было почти 4 года, составлял где-то 2,5 года. Сейчас я, конечно, не до конца уверена, но вот по тому, как я вижу по своему ребёнку, мне кажется, что именно психологический его возраст уже догнал своих сверстников. То есть он умеет делать абсолютно всё, что умеют делать детки в 4 года. То есть он, все задания, которые, да, вот логические, какие-то там танцы, песенки, занятия, лепки, резка, какие-то конструкторы, пазлы, то есть он это делает всё на уровне своих сверстников, ни больше, ни меньше. То есть вот это вот всё он умеет, то есть клеить, вырезать, лепить и так далее, да, вот чем занимаются в садике, чем занимаются на всяких развивашках. То есть он это всё делает на уровне со своими сверстниками. Я считаю, что это, ну, колоссальный результат за 3 месяца, лично для меня. Также для меня очень показательным было услышать мнение нашего логопеда, который является, ну, как бы профессионалом действительно своего уровня, в своей сфере, да. И по возвращению из Израиля мы, в принципе, фактически сразу пошли на занятия, с первого же дня, наверное, начали заниматься. И она мне сразу же после первых же занятий, она мне позвонила и попросила приехать, выделить время приехать к ней, чтобы пообщаться. Я приехала, конечно, сразу, и она мне сразу сходу, Настя, расскажите, где вы были, что вы делали, потому что я не узнаю этого мальчика. Мало того, что до поездки в Израиль он не высиживал индивидуальное занятие, точнее сказать, он вообще отказывался присутствовать на индивидуальном занятии. То есть в групповых он ещё как-то где-то мог быть, почему? Потому что там легче, скажем так, да, слинять с какого-то дела, да, и его там могут не заметить, могут там не трогать и так далее. То на индивидуальном, да, нужно сесть, работать. То есть на индивидуальном у нас было вообще категорическое нет, 5 минут максимум, и только то, что ему интересно. То есть только то, на чём он мог бы зациклиться, это либо лошадки, либо машинки, либо пазлики. Всё, остальным его не завлечёшь, не объяснишь, не расскажешь, не заставишь, не упросишь, не уговоришь. То сейчас, она говорит, он в первый же день пришёл, я его сразу думаю, возьму на индивидуалку. Она говорит, я взяла его, он высидел абсолютно нормально из получаса 20 минут, полностью выполняя все задания, причём выполняя все задания правильно. То есть я после этого поняла, что всё то, что я влаживала в своего ребёнка, оно всё ему накапливалось. Просто он не мог это выразить, не мог это показать, или же не хотел, или же в силу какого-то воспалительного процесса, да, этой вот повреждений этих органических, он не мог. То есть он воспринимал информацию, накапливал, но он не мог её выдать назад, ни в каких действиях. То сейчас это всё пошло. То есть сейчас я стала видеть то, что я пыталась увидеть в нём уже на протяжении трёх лет, я увидела отдачу. То есть я стала видеть, что я не зря 150 тысяч раз в день повторяла ему одно и то же. Не зря, что я каждый раз говорила, это квадрат, а это то, а это то, а это красный, это зелёный, а это мишка, а он кушает мёд и так далее. То есть это всё я сейчас понимаю, что это всё было не зря. То есть я сейчас стала видеть отдачу. Когда вот даже логопед наш говорит, что он настолько стал внимательно смотреть в глаза, даже когда ему неинтересно, ему говоришь, Андрей, посмотри, пожалуйста, внимательно, он прям внимательно смотрит в глазки, и он стал повторять, то есть он стал обезьяничать. Ты поднимаешь руки вверх, он поднимает руки вверх, ты опускаешь, он опускает, ты хлопаешь, он хлопает, ты кружишься, он кружится, ты танцуешь, он начинает танцевать, повторять движения. То есть ребенок стал повторять, он стал идти на контакт, если раньше он шел на контакт исключительно со мной, потому что он ко мне привык, он знает мой голос, он знает мой темп, он знает, может предугадать мои какие-то действия наперед, то с чужими людьми он не шел на контакт вообще. То есть для того, чтобы с ним пойти на контакт, должно было пройти достаточно большое количество времени. То есть сейчас он абсолютно идет нормально на контакт, то есть если раньше, где-то даже на детской площадке, ему бы кто-то чужой сказал, Андрей, иди сюда, он бы даже не повернулся. Если бы я сказал, Андрей, иди сюда, он бы подошел, то сейчас, только он где-то слышит имя Андрей, он сразу поворачивается и говорит, сынок, это не тебя зовут, это зовут другого мальчика. То есть мой ребенок, он проснулся, он стал замечать мир вокруг, мне не хочется как-то обобщать, абстрактно говорить, мне хочется конкретно, родителям важно конкретику, конкретно то, 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 сказать, что просто изменения колоссальные, я думаю, что каждый сделает вывод после видеоролика. Значит, он стал контактным, значит, он стал не просто смотреть в глаза, если я раньше очень сильно радовала, что он стал глазки смотреть, сейчас этот ребенок, он смотрит в глаза с целью понять, запомнить и выполнить. То есть я на него смотрю и говорю, а ну-ка похлопай мне в ладоши, он сразу похлопай в ладоши. То есть он, не обязательно ему показывать, что надо сделать, чтобы он это сделал, то есть если раньше там можно было как-то, да, то сейчас достаточно сказать. Хочется еще сказать, что сын мой, конечно, вырос, вырос он и в плане сообразительном, вот буквально вчера, да, пример, он покушал и он рассыпал гречку, под столом была гречка. Он просто молча пришел, веник, и смотрю, он начинает что-то елозить этим веником под столом, я забегаю в комнату, в кухню смотрю, он пытается подмести свою гречку. То есть он понимает, он стал очень аккуратным, то есть он смотрит, что у него испачкались штаны. Если раньше ему было вообще все равно, то сейчас он смотрит, показывает мне, угу, я испачкался. Как бы он стал мыть игрушки, он стал убирать за собой игрушки. Значит, из того, что вот для меня тоже глобально и важно, это то, что наши истерики, которые были просто необоснованными, сумасшедшими и бешеными, они сменились на, скажем так, проявление характера, проявление твердости, проявление чего-то такого мужского стержня. То есть он может топнуть ногой, он может захмурить брови, он может кулаком по столу. То есть я мужчина, да, у него стало такое вот проявление. И вы знаете, мне это проявление очень нравится, потому как раньше он просто истерил от любого повода. То есть сейчас это четко, не истерика, это даже, скажем так, нытье без слез. То есть он стал симулировать, что ему там грустно или что-то еще. Он стал кривляться. Кривляется он, конечно, безусловно, очень мило, это очень мило наблюдать, когда там, я ему говорю, так, а ну-ка быстро ложись спать. Он сразу начинает закрывать глаза, зажмуривать и м-м-м-м, так делает, ну как будто спит. То есть очень-очень это все для нас важно, потому как раньше этого не было. То есть он раньше был настолько замкнут в себе, что он не контактировал вообще с внешним миром. То есть сейчас он научился кормить животных, делиться. То есть вот я сейчас читаю, да, из своих архивов проблемы. Я Юсефе так и писала. Вы знаете, Юсефа, он настолько жадничает, что если у него забрать хотя бы кусочек чего-то, что ему сейчас нужно, он может и ущипнуть, и укусить, и драться. То есть сейчас он без проблем, ему просто попросишь, сынок, дай, пожалуйста, поделись там с папой, поделись с мамой, поделись с девочкой. Он без проблем делится и даже не возмущается. И зверюшек он постоянно своих кормит и за завтраком, и за ужином. Проблема наша была еще в том, что он не понимал эмоций. То есть он не понимал, что люди плачут от того, что им плохо, смеются от того, что им хорошо. Сейчас он стал обращать внимание на эмоции. То есть раньше он не понимал. Вот я могла сидеть плакать, а он подойдет и начнет на мне прыгать, сигать. То есть он даже не видел, что текут слезы. То есть сейчас он действительно стал более… Ну это все замечательно, это на все обращать внимание. И он стал, знаете, как будто бы он впервые увидел, что человек плачет. Он так прямо аж не поймет, что. Но я пыталась ему объяснить, что вот мальчик упал, ему больно, поэтому он плачет. И он так сразу как-то так сжался, что вот мальчику больно, вот как будто прямо где-то в душе он ему посочувствовал. То есть вот у него начали появляться вот эти вот эмоции, у него начало появляться стеснение. Стеснение, даже вот элементарно я там прошу, он придет в садик и говорит, «Сынок, покажи, как ты танцуешь». Он начинает танцевать, а вот приходит бабушка с дедушкой, говорю, «Покажи бабушке с дедушкой, как ты танцуешь». Он смотрит на них, так начинает за меня прятаться, и вот прям глазки такие, ну вот стесняется. Вот он прям стесняется, и тут же он заходит за уголочек комнаты и начинает танцевать, то есть чтобы его никто не видел. То есть он стал стесняться, это для меня тоже, ну как бы на самом деле очень большое достижение. И это показатель того, что ребенок жив, что он развивается, что он проснулся, что он вот, да, он эмоционально проснулся. Это на самом деле, я очень-очень долго этого ждала, и у меня даже сейчас, я говорю, у меня мурашки бегают по коже. У него была проблема, что вот он сам по себе, вот словно в своем мире, он ни на кого не обращает внимания. То есть сейчас действительно он стал обращать внимание на других детей, на животных, на насекомых. Вот он видит жучка, ему так интересно посмотреть, что там за жучок такой, что он делает, пытается там как-то взять его в руки и так далее. Он стал, вот раньше, да, он абсолютно не хотел контактировать с детьми. То есть не то, чтобы не хотел, он их просто не замечал. Ну есть и есть, нет и нет. То сейчас вот даже мне и воспитатели, и логопед из логопедического садика говорят, что вот он сидит-сидит, да, потом пах и подходит к деткам. Подошел к деткам, посмотрел, что как, и пытается как-то где-то немножко подвинуть, кому-то дать какую-то игрушку. То есть он стал интересоваться, он стал пытаться влиться к детям. Да, он еще не до конца знает, как с ними играть. Да, ему еще сложно, потому что дети уже излагают мысли свои, да, как взрослые, а мой пока что еще не может этого делать. Но у него есть стремление, и судя по тому, что за три месяца наших результатов, я думаю, что недолго нам осталось ждать тех самых как бы полноценных фраз и предложений, да, и у него полностью уйдет вот эта вот, ну, скованность где-то в общении с детками. Значит, еще из того, что тоже для меня достаточно важно, у него последние дни стало появляться, как мне показалось, чувство страха. То есть раньше у него не было, он был абсолютно бесстрашный. То есть сейчас у него стало появляться чувство страха. Вот элементарно мы подходим к дороге, он сразу останавливается, у него круглые глаза, он понимает, что машины куда-то несутся, они несутся с бешеной скоростью, и он сразу хватает меня за руку и стоит. То есть раньше он бы даже не обратил внимания. Он раньше мог бежать на дорогу и не понимать, какая это опасность. То есть сейчас у него начало появляться чувство страха, чему я тоже несказанно рада, потому как, ну, это тоже проявление здорового развития ребенка. Значит, вот сейчас еще просматриваю, что из проблем у нас было. Билла за руку отказывается идти. Нет, он уже не отказывается у нас идти за руку. Пишу здесь, опять же, Йосефи, не выполняет задание сам, только с помощью тьютера. Слава Господу Богу, что теперь мы выполняем задание без тьютеров. Да, он не всегда хочет, да, он может не захотеть сделать, но если на него немножко фыркнуть, сразу он все делает. Но я считаю, что это нормально, ну, как бы это же дети, они никогда не будут хотеть делать всего, да. Значит, также у него было такое, что вот он мог отбирать игрушки. Вот просто ему было все равно, он шел к детям, к чужим и отбирал игрушки. То есть сейчас я смотрю, прежде чем он подойдет к ребенку, он обязательно посмотрит на мою реакцию, можно или нельзя. Если я ему говорю, сынок, это не твоя игрушка, не вздумай отбирать, не надо. Хочешь, возьми свою, дай мальчику, а он тебе даст свою. И он понимает, ага, это не моя, отбирать нельзя. Он идет, берет свою игрушку, дает мальчик, мальчик ему дает свою. То есть он учится делиться, взаимодействовать и понимает, что он не может забрать чужое, он не отбирает, что не все в этом мире принадлежит ему. Значит, и еще одна проблема, которая у нас была, нет звукоподражания. То есть напомню для тех, кто меня еще не знает, мой ребенок не речевой, то есть он не разговаривает. И хочется сказать, что он не разговаривает от слова совсем. То есть у нас не было ни единого звука, у нас была либо истерика, либо полное молчание. То есть не было даже отдельных слов, не было слогов. После Израиля, буквально недавно, у нас начало появляться звукоподражание животным. То есть он стал говорить на некоторых животных, кто как делает, то есть му, коровка и так далее. Вот, и у нас из лексикона появилось слово «папа», появилось слово «баба», появилось слово «мама». Причем это осознанно, он понимает, это не лепит, он понимает, кого он зовет. То есть папа, он идет к окну, он четко понимает, что в окне должен приехать папа во двор, поставить машину, он четко обращается со словом «папа». Ко мне со словом «мама» он пока не обращается, но когда меня нет, он меня постоянно зовет. Вот, и точно так же «баба». То, что он показывает на всё, что у него не спросишь, он, конечно, всё знает. Вот действительно он знает всё. И сейчас, да, ещё хотела добавить к отдаче, когда начала говорить об отдаче. Если раньше он приходил от логопеда или просто из обычного сада, я даже не понимала, занимаются ли с ним, что они делают. Потому что я могла только спросить у преподавателей, как там, а что, ну а как он, а что-то он делал, он что-то повторял. То сейчас он приходит и начинает мне выдавать то, что он делал. То есть он приходит и начинает мне делать сороку-воровку, он начинает мне идёт козорогатая делать, он начинает догонялки со мной играть, он начинает перекатывать мяч, он начинает задувать свечку, он начинает дуть пузыри. То есть он приходит и начинает показывать мне, чему он научился. То есть ребёнок стал понимать с первого раза, что ему делать. Ему раз покажешь, ну хорошо, он там маленький, не буду преувеличивать, Ну, два-три раза покажешь, он это уже повторяет, он это запоминает и приходит и показывает мне. То есть я сейчас вижу отдачу педагогов, я вижу свою отдачу, потому как он как бы уже выдает и то, чему я его учила. И, соответственно, я вижу, что это о чем говорит? Это говорит о том, что воспалительный процесс сходит, продолжает сходить, да, раны продолжают заживать, которые у нас были. И, соответственно, ребенок восстанавливается. Вот, собственно, вот это то, что я хотела сказать по ребенку. Хотела бы сказать еще, добавить немножечко по поводу себя, да, и напомнить всем тем, кто планирует ехать в Центре еврейской медицины Бердавид, о том, что они лечат не только детей, но и лечат родителей, лечат не только душу родителей, они лечат и тело родителей. То есть у меня был хронически заложен нос, у меня были полипы в носу. Ну, я не могла дышать спокойно, без сосудосуживающих капель 2-3 раза в сутки. Вот, и тут вот буквально недавно мне муж говорит, Настя, ты нормально носом дышишь, тебе капли не нужны? Я говорю, да нет, не нужны. Он говорит, а когда ты начала нормально дышать? Я говорю, да я как-то и забыла, говорю, в Израиле. Я помню, что я в самолет села уже по дороге назад, и я в сумке искала капли, и не нашла, и как бы все, я про них забыла. И вот с тех пор я не капала нос ни разу, вот на протяжении где-то лет 3-х я беспрерывно ежедневно пользовалась сосудосуживающими каплями. Сейчас, слава богу, я дышу абсолютно спокойно и ночью, и днем, и капли мне абсолютно эти не нужны. Вот, как-то вот так. И еще, конечно, отдельное спасибо мне хочется сказать Аркадию за тот просто абсолютно нещадящий медовый массаж, который был мне сделан от бронхита. По возвращении из Израиля я все жду, жду, жду. Когда я начну кашляться, я все не кашляю, не кашляю, и тьфу-тьфу-тьфу. Вот, и болела я уже по возвращении из Израиля простудой, ну, банальная простуда, наверное, раза 3, и за все 3 раза у меня ни разу не было кашля. Ну, то есть я могла что-то покашлять, да, где-то там горло приболело, где-то еще что-то, но этот кашель как-то сам по себе проходит, и я не пью никакие сиропы, ничего не делаю, то есть я не кашляю. Опять же хочется сказать, да, что кашель у меня был ужасный, просто ужасный. Поэтому, в общем-то, чудеса, они бывают, чудеса, они происходят, чудеса, они там, где находится Давид и его команда. Хочется в очередной раз, уже в тысячный раз, и я никогда, наверное, не устану благодарить за тот колоссальный, неоценимый труд команды Центра Бердавид, которые, то, что делают они, это неоценимо, это неоценимый вклад в нас, в наших детей. Безусловно, работы еще много, безусловно, еще какие-то определенные проблемы остались, но на данный этап, я считаю, что для трех месяцев после очного лечения в Центре Бердавид у нас достаточно шикарные результаты, и я уверена, что в скором будущем я запишу следующий видеоотчет о еще больших результатах, чего мы добились, и будут поставлены новые цели, новые задачи, они обязательно будут достигнуты. Вот, хочется поблагодарить всех за внимание, спасибо Центру Бердавид за то, что вы позволяете нашим детям становиться здоровыми, становиться счастливыми. Спасибо большое, всем хорошего дня! Субтитры подогнал «Симон»